Музыка Город Кизляр – город, овейный ветром Метерской долины, хранит легендарные черты ушедших веков. 280 лет назад, в далеком 1735 году, генерал-аншеф Василий Яковлевич Левашов по указу царя Петра Великого основал русскую крепость на берегу Терека – форпост на южных рубежах российского государства. В 1742 году Кизляру, русской столице на Кавказе, был учрежден герб. В 1875 он становится уездным центром. Здесь начинал свой славный боевой путь юный Петр Багратион. Кизляр XVIII-XIX веков навсегда вошел в историю как город, оставивший неповторимый след в творчестве великих русских писателей – Толстого, Лермонтова, белорусского просветителя Полоцкого, армянского педагога Хубова, турецкого историка Челебии, французов Дюма и художника Муане. С Кизляром связана судьба еще одного прославленного поэта-театрального критика, друга Пушкина Павла Катенина. Он был комендантом крепости в 1837-1838 годах. Во все века Кизляр был городом многих народов Кавказа, городом разных религий. Веками в Кизляре развивались свои традиции, культура и духовность. Достаточно сказать, что в XIX веке в Кизляре было три монастыря и десять христианских храмов, семь мечетей, синагогах, приходские, военные и национальные школы и училища. Сегодня в Кизляре две мечети – суннитов и шиитов. В городе находятся три православные церкви – собор Святого Великомученика Георгия Победоносца и Армянская церковь. В 1917 году Кизляр стал единственным, стратегически важным городом, связывавшим Кавказ и Россию. Кизлярцы под руководством Уполномоченного Реввоенсовета 11-й армии Хорошева около шести месяцев держали оборону. Город ценой величайших усилий выстоял, за что в 1918 году приказом Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта ему было присвоено почетное звание города-героя гражданской войны. Кизляр – многонациональный город. 280 лет здесь шли процессы сближения различных наций и культур. И сегодня он остается интернациональным городом-тружеником, промышленным, транспортным и политическим центром региона, овеянным боевой и трудовой славой наших земляков, внесших достойный вклад в его историю и развитие. Главное достояние, украшающее Кизлярщину – это люди. 9 героев Советского Союза, более 20 героев социалистического труда и тысячи кизлярцев, награжденных орденами и медалями за боевые и трудовые заслуги. В год 50-летия Великой Победы был возвигнут мемориал память, где навечно увековечены имена более 10 тысяч кизлярцев, оставшихся на полях сражений. 70 лет после войны мы по-прежнему склоняем голову перед подвигом нашего народа, проявляя заботу о ветеранах, живущих в родном кизляре. 20 самых достойных кизлярцев получили звание почетный гражданин города Кизляра. Трудовой подвиг кизлярцев в 1980 году был отмечен орденом «Знак почета». Это признание исторического вклада тружеников в развитие республики и государства. Кизляр – единственный город в республике, имеющий эту награду. Благодаря труженикам город не утратил самобытности, за годы своей истории приумножил все, что создавалось предшествующими поколениями. Во все времена здесь сохраняло и взаимопонимание, мир и стремление к созидательному труду. Кизляр достойно сохранил и доказал всему миру прочность братского союза народов, выстояв страшное нападение в январе 1996 года, угрозу вторжения банд в августе и сентябре 1999. Кизлярцы любым междоусобицам предпочли мир и помогали укреплению стабильности в республике, развивали побратимские связи с городами и регионами России. Договора о дружбе и взаимопомощи были заключены с Буденовском и Железноводском, Одинцова и Колпино, Азовом и Анапой, Багратионовском и Бердянском. В городе активно развивается инфраструктура и промышленность, осваивают новые виды продукции Кизлярский коньячный завод, концерн Кэмпс, Кизлярский электроаппаратный завод, Кизляр хлебозавод, Кизляр агрокомплекс, Кизляр уридский мясокомбинат и другие. Кизлярцы работают, сохраняя и приумножая экономический потенциал. С 2002 года Кизляр уверенно лидирует в республиканском соревновании по социально-экономическому развитию городов Дагестана. Руководством города большое внимание уделяется укреплению межнациональных отношений, пропаганде этнокультурного наследия нашей республики, традициям и культуре народов Дагестана и России. В Кизляре функционирует молодежно-культурный центр, где расположены этнографические выставки «Кизляр. Город дружбы и мира», народы Дагестана и регионы России. Кизляр – это и столица Нижнетерского казачества. В городе есть единственный в республике музей казачьей культуры. В центре города установлены памятники генералу Левашову, основателю Кизляра, Петру Великому, Багратиону, у которых проходят многие торжественные мероприятия и праздники Дня города. Возле музея имени Багратиона находится памятник великому русскому поэту Пушкину, творчество которого стало неотъемлемой частью культуры и истории Дагестана и России. В центре города открыт первый на Северном Кавказе памятник первой учительницы, символ уважения к самоотверженному труду учителя и дань памяти первым русским просветителям на Кавказе. Кизляр – и город студентов и молодежи, в котором действуют несколько СУЗов и филиалов московских, санкт-петербургских, махачкалинских высших учебных заведений. Кизляр – это и культурная столица Северного региона Дагестана. Учреждения культуры, музеи, библиотеки из года в год приумножают традиции многонационального кизляра. Ежегодно проводятся фестивали народного творчества, детских, народных коллективов, активно участвующих и побеждающих в республиканских и российских конкурсах. Изданы сборники кизлярских поэтов и писателей, альбомы песен местных композиторов. Более 30 книг в последние годы выпущено в нашем городе. Государственный кизлярский терский ансамбль казачьей песни – активный участник многочисленных культурно-массовых мероприятий кизляра Дагестана и России, победитель конкурсов и фестивалей. Кизляр – это город воинской славы и трудовой доблести. Об этом красноречиво свидетельствуют награды и памятники, экспозиции в музеях и многочисленные мероприятия, посвященные людям труда, защитникам Отечества. В Кизляре функционируют 7 школ, 3 гимназии, 1 лицей, 14 детских садов, где в больших коллективах в дружбе и согласии работают, учатся и воспитываются кизлярцы, представители всех народов нашего многонационального Дагестана. В Кизляре с 1917 года регулярно выходит газета «Кизлярская правда», а с 1996 – телепередачи городской студии ТБС. Город Кизляр – город старинный, гостеприимный, сплоченный дружбой и вековыми традициями. Город-юбиляр – он отмечает свое 280-летие в кругу многочисленных друзей со всего Дагестана и России. И, как всегда, красиво и достойно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова